Один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Весь мир ликует, потому что родился спаситель рода человеческого. Митрополит Симбирский Новоспаский Лонгин совершил рождественскую заутреннюю божественную литургию, а также рождественскую вечерню в Спасовознесенском кафедральном соборе Ульяновском. Православные христиане отмечают великий праздник Рождества по плоти Господа нашего Иисуса Христа. Ему предшествует 40-дневный рождественский пост. Согласно евангельскому повествованию, в этот день родился спаситель рода человеческого – Иисус Христос, Сын Божий. Господь через Деву Марию вычеловечился, сохранив ее чистоту девическую и подарив ей материнство. Таким образом совершилось чудо – на земле появился Бог, воплощенный. Но он такой беззащитный и легко уязвимый, потому что он доверился людям, став вот таким маленьким беззащитным человечком. Но Господь знает, что делает, и поэтому, возрастая, Господь все-таки исполнил вот ту миссию, которую и должен был исполнить. Своей проповеди Владыка подчеркнул, что Рождество Христо – это особый праздник для христиан. Как Бог, Творец неба и земли, видимым же всем и невидимым, нас ради человека, нашего ради спасения, воплощается от преснодевы Марии и становится во всем подобным нам человеком, кроме греха. Господь ждет, чтобы мы приняли этот его дар, который направлен к нам. Мы должны, говоря таким простым языком, протянуть свою руку и взяться за руку Божию, которая всегда протянута к нам, для того, чтобы выйти из царства греха и злобы, ненависти и проклятия, а и царствовать со святыми, жить вместе с Богом и удостоиться вечности пребывания с Ним. В день Рождества Христова митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил Великую Рождественскую вечерню в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска. По традиции за богослужением состоялось награждение духовенства. Протеерей Олег Кропачев, настоятель храма во имя бессребреников Космы и Дамиана при областной клинической больнице города Ульяновска, был удостоен ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского Третьей степени. Поскольку в июле 2022 года будет отмечаться десятилетие со дня образования Симбирской митрополии, ряду священнослужителей за многолетний добросовестный труд по развитию церковного служения и духовного просвещения на Симбирской земле был вручен памятный знак «10 лет Симбирской митрополии». Архиерейских грамот были удостоены Ольга Каленкова, учитель Большеключенской средней школы, и Надежда Кузнецова, методистки епархиального отдела образования и катехизации Симбирской епархии. Сергей Николаев, Владислав Хролов, Симбирская митрополия.